Потому что есть и оно незыблемое, печальное, а не печальное, эллигическое высказывание есть Макса Планка. Знаете, он говорил так, никогда новые вещи не воспринимают современниками, вообще никогда. А просто они умирают автору, а следующим поколением неясны причины споров. И так всё ясно, в чём, что же они спорили? Я думаю, что вот, ну для меня это более-менее похоже на, правда, для моих молодых, если они только выдержат те условия жизни, в которых мы живём, то, может быть, они ещё продолжат это делать. Мы выдали это, это опубликовано всюду, это опубликовано у нас и вот теперь за рубежом. Это встречено, соответственно, как и полагается отличникам на полном знании, некоторые наши академики не то что... Ну сначала, я на всех семинарах выступаю, я ни разу не отказывал себе в бою, так сказать, быть. И ни разу не был бит публично. Вот так получилось. То есть за спиной довольно много раздвинутых людей, это бывает. Но чтобы сдаться на семинары, этого не было. За то, когда выходит статья, и высокое начальство, академическое, не считает зазорным. Где-нибудь сказать редактору, да что же это вы публикуете? Но не мне. Я потом это узнаю. Поэтому с академической наукой я жду, когда мы все сойдём. Это я уже ждать не должен. Ну, я надеюсь на сообщение как-то, на тот свет мне должны сообщить, что всё в порядке. Нет, это, конечно, всё шутки, и я думаю, что это уже не так. Уже не так, но нельзя, чтобы аспиранты, которые это делают, я переходу, собственно, к социальной проблеме нового знания. Новое знание должно проходить трудно. Иначе мы наполняем... Но иллюзия, это Нильс Борг говорил, что идеи недостаточно сумасшедшие, чтобы быть верной, это замечательные слова. Но понимать их так, что все сумасшедшие идеи верны, это нарушение логики. Должным образом неожиданные вещи могут быть, они должны подвергаться проверок. Я думаю, мы это испытание выдержали. Никто больше, никто тщательный из неизвестных людей не пыхтел и не проверял детали. Очередь теоретиков. Но чтобы те, кто этим занимались, могли делать такие вещи, ну, совсем особая организация науки. Мы не получили на эту работу за все годы ни единого гранта. Я каждый год пишу. Я некоторое время даже не получал отказов. Просто будто нет. Ну вот, наступит время, будут... Есть такая религическая, так сказать, картинка. Я очень люблю собрания, посвященные отечественному приоритету. Ставят портрет, ну, там, хвойными и прочими ветками его украшают и произносят. Хорошо одетые, сытые люди рассказывают, как он там трудился, как что было. Это все очень мило. Я им обещаю, когда будет поставлен портрет, кто-нибудь из моих молодых скажет, а где вы были? Это я не с тем, чтобы... Это на самом деле так. Нельзя, чтобы аспирант получал стипендию меньше, чем нужно платить за койко-место в общежитии, который тоже соответственно. Нельзя. Нельзя, чтобы молодые люди жили без жилья, неизвестно где. Тратили бы лучшие силы молодости на, упаси бог, семья. Ребенок родился в катастрофе. Тогда они же все уезжают. Из нашей лаборатории семь лучших там. Весь средний слой. В нашей лаборатории в Пущино за почти 39 лет существования 20 докторов, 20 профессоров вышло из нее. И около полсотни кандидатов. Где они? Они украшают большую часть Вселенной собой. Ну вот, это положение видно очень остро в Пущинском центре. Такой замечательный делали Пущинский центр. Ну, просто лучший мест на Земле. Все прекрасно. АК, вызывающий умиление. Институты и голодные молодые люди. Причем, хоть бы академическое начальство это понимало. Сейчас произошло разделение. Пущинский университет делали. Собираем со всей России выпускников. Лучших выпускников всех университетов. Я боюсь. Я боюсь обидеть. Но это потому, что я плохо знаю иностранный язык. Мне вспоминается, что по-французски голубь это пижон. Вот эти голуби, которые нас окружают. Для них провинциальный вуз уже настолько плох, что Академия наук встает против Пущинского университета. Сама его призвав к себе. Я думаю, что это вот не место здесь. Но когда-то нужно что-то с этим делать. Государство погибло. Мы уже на грани. Если уже последние молодые люди уедут, а нам, 70-летним, 65-летним наш возраст, ну вот-вот еще и сколько-то протянем, никакая страна жить не может. И тут никакая Академия наук с этим не справится. Во-первых, они все нашего возраста. И там даже сделано специально есть вице-президент по работе с молодежью, хороший человек, который... Что он может сделать? Что он может сделать, когда даже вот профессор Московского университета, к числу которых я принадлежу, я еду в автобусе и вижу объявление. Требуется кондуктор. Минимальная зарплата 4,5 тысячи. Это в полтора раза больше, чем зарплата профессора Московского университета. И это бесполезно. Тут не президент Путин, никто ничего. Это какая-то вязкая среда. В войну так не было. Чтобы мы... Деньги сейчас даже на зарплату даже эти дают. Это ладно. Но ведь мы не можем купить ни одного прибора. Мы дошли до состояния, когда нам наши крохи присылают из-за границы. Я не буду это тем трогать. Я хочу сказать, что может быть это свойство российской науки. Жить в нищете и делать оригинальный работ. Мы этим очень гордимся. Такие оригинальные люди. Но я больше мне это тем не буду. Я хочу просто еще сказать, что мы получаем ежедневно колоссальное удовольствие. Это компенсирует все. Я сейчас ставлю опыт, который я вам буду рассказывать. Если он удастся, я тогда напрошусь. Это будет такая иллюстрация низотерапии пространства времени. Пусть они потом что хотят делают. Вот я хочу тут предложить вам вспомнить о том, что это не семинар. Раз. Что у вас здесь нет оппонентов в лице представителей академической науки. Пусть смотрят, это их дело. Телевизор. Пусть они смотрят, я надеюсь, что они у меня там кипят и клокочут. Вот я говорю, они могут включить, могут выключить. Мы тут ни за что не отвечаем в этом смысле. Все-таки, на основании колоссальной работы, которую вы проделали, можете сейчас, дразняя их, может быть, тех самых теоретиков, о которых вы говорили, сделать какие-то обобщения? Могу. Пожалуйста. Могу. Я могу сказать, что странным образом на Землю падают потоки когерентных лучей, связанных с небесными телами. Я боюсь произойти слово гравитационной волны. Я знаю, что там безразмерный множитель 10-20. И казалось бы, все. Но кто же знает, какие должны быть силы. Потоки отовсюду падают. Каждый момент времени имеет свой облик. И это... Нет, я бы сейчас так сказал. Я немножко еще в сторону. Важно ли это? Может быть, нет. Давайте я сделаю, значит, еще выходящих. Что делает наука последние 300 лет? Ну, с времен Галилея. Да раньше, конечно. Измеряет. Что измеряет? Для всей нашей научной жизни, которой я тоже принадлежу, важны три момента. Математические ожидания. Средний квадратичный. Ну, еще, значит, асимметрию. Эксцесс. Ну, четыре момента. Нам хватает, чтобы коррелировать, поправлять траекторию спутников. Чтобы все делать. Никому нет дела до вот этой картинки. Эта картинка, которую мы полагаем, случайно, напрасно. Теперь мы знаем, что она не случайна. Важно это знать? Может быть, нет. Вообще нет. Для человечества, может быть, нет. Кроме тех, кому важно знать состояние мира в данный момент. А важно нам знать состояние мира в данный момент? Боюсь, что да. Боюсь, что да. Я думаю, что мы опустили на самое дно. На самый фундамент космофизических связей Земли. Вот сейчас, когда у нас сохнут поля, когда не взошли, вы знаете, что? Посеяли и не взошли. Овес там и прочее. Земля как вспахали, так и все. В этом сезоне не было дождей, вот большая часть мест. Мы вздыхаем. Мы же под Богом ходим. В смысле, в космическом, так сказать, вот состоянии научиться не можем. Вся академическая наука против. Похоронили Чижевского, воспели. Знаем все связи. Знаем, как это влияет на рождение. Называем все это астрологией. Мы презираем эту науку официально. И с жадностью смотрим календарь, кто когда родился, и нет ли тут чего. Поэтому я думаю, что мы находимся на дне космофизических влияний. Откуда потом надо идти. Идти к большим временам. Поэтому обобщение мое такое. Мы находимся в потоке внешних, волновых явлений. Не знаю каких. Слово гавиационное я могу убрать. Но больше я ничего не могу придумать. В котором искажается пространство-время. И в этом потоке, может быть, вот эти картинки, это сигналы о состоянии мира, которые полезно было бы нам научиться читать. Я боюсь библейских примеров. Да и потом сейчас человечество, слушающее, смотрящее телевизор, уже, может, забыло, что жил был такой пророк Даниил. И когда странная рука писала огненные буквы на стене, вы помните, что ведь, ну, прочесть не могли. Не пишут ли нам эти сигналы в каждый момент, в каждую секунду мы видим время. И пока не знаем, что с этим делать. И я не знаю. У меня нет знаний. Я вижу. Читать не умею.